Благословение, очень свидетельствием воскресшего Иисуса Христа. Благословение. Благословение, очень свидетельствием. Крещение святого духа. Пусть сегодня Крещение святого духа у каждого из вас. Каждого из нас. Аминь. Еще раз так. Круто. Пусть Крещение святого духа у тебя. Пусть Крещение святого духа у каждого из нас. И сегодня В годе месяца. Деяние вторая глава. С первого по 21. Прочтем сегодняшний отрывок. Со мной получите. Деяние вторая глава. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Инвезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И запомнился, где они родились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Испытожные святого духа у нас сердца Бога, и наши еще иные иные языка, как дух давал им пролечет. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, и пока же слышал их, говорящие его на речи. И все изолялись и удивились, говоря между собой. Все говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное речи, которое мы здесь? Парфани, Медяне, Эламиды и жители Меспотами, Иудеи, Каппадоке, Понта и Аси. Фрии, Парфири, Игита и Частей, Игрии, Игрияне, Игрияне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих днах Божьих. И изумляетесь все, и не унимая, говорили друг другу, что это значит. А ныне нас и Михаил говорили, они напились сладкого вина. И вот, как же статусом Тимацыцу, воскрысил голос свой и воздействовал им. Мужи и людей, дети, все ждущие были за ним. Сие это будет вам известно, и принимайте слова Мои. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Глава, да есть, привлеченная пророком, я имею. И будет в последние дни, говорит Бог, изю от Духа Моего на всякую порцию. И будут пророчества ваши сыны и дочери ваши. Юноши ваши будут видеть видения, а старцы ваши сыновидениями вразумляемые будут. И до рабов моих, и до рабы моих, и дни, и жду от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажут чудеса на небе и вверху, и знамения на земле внизу, кровь, огонь и курение, дыла. Солнце превратится во тьму, и луна, кровь, вверх и нежели наступный день Господь, великий и славный. И будет всякий, кто признан имя Господне, спасется. Спасибо. Солнце превратится. Гимн. Гимн. Двести три. Двести три. Вы готовы? Покаят? Покаятки в сердце. Покаятки в сердце. Покаятки в сердце. Покаятки в сердце. Сила, сила, чудо дворное, Драгоценной крови Христа. Божьей гордость и связь убедить, И сила крови крови Христа. Божьей, Христос, и судьбе угодить, И сила миру крови. Божьей, Христос, и сила, чудо дворное, Драгоценной крови Христа. Божьей, Христос, и сила крови крови Христа. Божьей, Христос, и сила миру крови Христа. Божьей, Христос, и сила миру крови Христа. Божьей, Христос, и сила крови Христа. Божьей, Христос, и сила, чудо дворное, Сделается жертвой умилостивления для нас, Господи. Мы верим, что в Твоей крови есть мир с Богом. Только Твоя кровь решает все наши грехи, грязи и конфликты с Богом. Все наши неправды и только Твоя кровь решает и вводит нас к святилищу Бога. Господи, сейчас мы принимаем Твою кровь полностью, и Твоей крови мы приходим к Тебе, Господи. Господи, мы смотрим сейчас на крест, где Иисус, Сын Бога, умер и пролил Свою кровь за меня. Господи, сейчас мы просим, Господи, Святой Дух, зайдем на нас, сжигаем все наши грехи и делаем нас новым творением перед Богом. Господи, сейчас в это богослужение мы узнаем, что Ты присутствующий, Пусть Святой Дух войдет в сердце каждого из нас, прицарствовать и управлять нашим сердцем. Молимся Вами Иисуса Христа. Молимся Вами Иисус, Сын Бога, умер и пролил Своя Духа Святого и наши говорили на иных языках, а я буду кровавым и пролил Своей Духа Святой Духа. Во второй главе Деяния описан приход Святого Духа и рождение первой греченской церкви. Я молюсь, чтобы каждый из нас принял крещение Святого Духа, и сегодня все мы стали получать крещение Святого Духа и стали свидетелем Воскресшего Иисуса. И пусть Бог написал двадцать девятую главу Деяния через нас. Аминь. Возгляните на стих с первого по три. Вместе прочтем. Первый, второй, третий. Прочнем. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были и на душном месте, и внезапно разбился шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и на огне весь дом, где они были, и есть им раздевляющиеся земли, как бы огненный, и расчет вам, как бы нахаженный из них. Проснуйте. Аминь. День Пятидесятницы назывался и праздником Семь Седмицы. И так по-другому назвалось Семь Седмицы. То, что в этот день сошел Святой Дух и родился в церкви, имеет особое значение. Исторически, вот в этот же день Бог заключил завет с израильтянами на Синайской горе, и что они будут царством священников и народом святым, и дал им действие заповедь. И так родилась в церкви Ветхого Завета. Израиль – это была церковь Ветхого Завета. Рождение церкви Нового Завета похоже на рождение церкви Ветхого Завета. В 12 главе Исихода Бог явился в громах, вольнях и в густом облаке, и дал слово израильтянам. Но во второй главе Деяния Святой Дух явился как щелк сильного ветра и разделяющийся огненные языки. В Ветхий Завет поставил только Израиль – царство священника. Но Новый Завет, Новый Завет Святого Духа, поставил все народы царством священника. Итак, Святой Дух сошел на земле и сделает, чтобы делать нас церковью, царством священника. С другой стороны, Святой Дух сошел, когда сосуд Святого Духа был полностью готов через покаяние и молитвы. Святой Дух сошел, как щелк с неба, как бы несущегося сильного ветра. Это хорошо показывает характер Святого Духа. Запретить ветер невозможно. Также, никто не может противостоять работе Святого Духа. Святой Дух – это Дух Всемогущего Бога. Дух Всемогущего Бога. То, что ветер наполнен весь дом, где они находились, это значит, что Святой Дух наполнен во всей церкви. И Святой Дух сейчас здесь тоже. Святой Дух везде. Аллилуйя. Аминь. Прочтем стих 3. Еще раз послушаем. 3 стих 3. Начнем. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Еще раз прочтем. Начнем. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Это означает, что Святой Дух работает через Слово. Святой Дух, разделяющий языки, да? Это Святой Дух имеет отношение со Словом. Святой Дух приходит через Слово. Аминь. 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 И работает по Слову. Аминь. 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 И Святой Дух не приходит в группы или на терковь. Святой Дух всегда сойдет, приходит на каждого личного. Аминь. Святой Дух приходит на Мое сердце. Аминь. Не просто к нам, а в Мое сердце лично. И здесь работаю, здесь делаю меня новым творением. Аллилуйя! Аминь! И Святой Дух, Он огонь, сжигающий все наши. Когда Святой Дух уходит во мне, Он сжигает все грехи, грязи, все тьмы и делает меня новым творением. Аллилуйя! Аминь! Ослущенности Святого Духа Иисус уже объяснил в Евангелии от Иоанна. Послушаем от Иоанна 16 глава 7-8. «Но Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Аминь! Иисус вознесся на небо и послал другого Утешителя. Вот Святой Дух, Он работает независимо от времени и пространства. «Он пребывает во мне, в сердце моем. Он пребывает в сердце каждого. И Святой Дух, сойдя на нас, обличая мир о грехе и о правде и о суде». Иоанна 15-26 говорит. Послушаем. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Его главная работа – это свидетельствовать о Воскресе Иисусе. Аминь. Аминь. Воскресе Иисус сказал. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Юдии, Самарии и даже до края земли». Аминь. Аминь. «Святой Дух сойдет на нас, и Он дает нам святую силу». Что дает? Святую силу. Святую силу, чтобы мы были свидетелями Воскресшего Иисуса. Аминь. Святой Дух Сам свидетельствует Воскресшего Иисуса. И Он дает такую же силу нам, чтобы мы тоже стали свидетелями Воскресшего Иисуса. Святого Духа, который описан в сегодняшней отрывке, это неповторимое историческое событие. Аминь. Аминь. Как Иисус пришел на землю младенцем однажды? Как Иисус пришел на землю? Однажды. Где? Я знаю. В каком городе? В Вифлееме. В Вифлееме Иисус в плоти, да? Иисус в плоти, воплотился. Слово, вечное Слово воплотилось. Воплотилось. И пришел на землю, как маленький младенец. В Вифлееме. Ясли. Это один раз или несколько раз? Один раз. Один раз. Иисус однажды родился. Так, и Святой Дух сошел на землю тоже однажды. И сейчас обитает с нами. Святой Дух обитает в нас. Где? В нас. Аминь. Здесь. Обитает в нас и заключил с нами завет, что мы будем свидетелями воскресшего Иисуса до края земли. Аминь. Вот этого Святой Дух пришел. Аминь. 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 Давайте повторим. Ведущим мировой миссией является Святой Дух. Очнём. Ведущим мировой миссией является Святой Дух. Это очень важно. То есть, Святой Дух живёт во мне и даёт мне силу управлять историей и выполняет всемирную миссию. Поэтому Деяние Апостола, книга Деяния Апостола, которую мы читаем там, это на самом деле Деяние Святого Духа. Это всё запись, вся история, вся работа, которую Святой Дух завершил через Апостола. Поэтому его называют Деяние Святого Духа. Что делал апостоль тогда? Апостоли были инструментами Святого Духа. Их дела – это повиноваться в Слову Бога. Нам очень важно знать, что ведущим всемирной миссии есть Святой Дух. Ведущим, ведущим историю спасения – это Святой Дух. Ведущие церкви – тоже Святой Дух. Нам очень, очень важно знать об этом, этот факт. Потому что это определяет мой образ жизни. Определяет наш образ жизни и плод жизни тоже. От этого, это определенно, решает образ жизни и плод моей жизни. Самое главное – плод моей жизни. Кто не знает этот факт, делает всё неправильно. Делает всё неправильно. Он не делает то, что нужно, но делает то, что не нужно. Кто узнает, что Святой Дух ведущий историей. И Святой Дух сам решает всё, да? Кто выделяет свою силу, все свои силы и своё время на молитвы. На Слово Бога. Он знает, что он должен делать. Моё дело – это значит, чтобы свят, только жили во имя, чтобы он управлял мной. Для этого он выделяет свою силу именно на нас. Поэтому его главное дело – это будет питься сугам, принять Господа на престоле своего сердца. И питься сугам целый день, целый день. Это не трата времени на самом деле. Если даже пишу сугам целый день – это я делаю очень много дела на самом деле. Люди думают – чутки, только пиши сугам целый день. Время – жарко. Если я ещё целый день с вами, на самом деле я делаю больше всего. Это должно быть моё главное дело. Слугам писать – принять Господа на престоле своего сердца. Писать сугам, чтобы Господь вас воссел на престоле своего сердца. А кто не знает Святого Духа, то не молится, не пишет сугам. Только делай видимые дела руками и ногами. Ты можешь делать много. Купить Агентцам подарки, заставлять, запретить. И читать философию много. И собрать много знаний. И для этого капает интернет, много информации. Но всё равно, когда ты делаешь своими силами, то планов нет. Но когда Святый Дух обитает в тебе, Он приносит много. Аминь. Вот это называется «миссионал лайф». Миссионал лайф. Вот это слово я тоже не люблю. Но долго-долго думал, я просто вам рассказывал. Можно по-другому назвать. Но я когда был в студенчестве, вот это слово использовал, я помню. «Миссионал лайф». То есть, это значит, сама жизнь, моя жизнь – это проповедование. Аминь. Жизнь моя, сама, моя жизнь – это проповедование. То есть, ходить, проповедовать, да? Ходить, проповедовать, говорить людям, кричать Евангелие – это легко. Но это только видимая, видимая работа. Поэтому, руками, ногами работать – это легко. Проповедовать на улице, идти на приглашение – это очень легко. Но менять образ жизни, чтобы Святой Дух жил во мне. А что важнее, как вы думаете? Да, ходить на приглашение, ходить на проповедование – это мы можем делать. Но это не всё. Во мне должны, во мне должны обидать Святой Дух. Моя жизнь – это есть проповедование. Хочется, только так. Вот это должно произойти в каждом из нас. Это не легко, но сначала это должно происходить. Потому что Святой Дух ведущий в истории. Это не наша беда. Святой Дух держит. Святой Дух badass Читается Поэтому, духовный человек, он знает, куда тратить силу – к другим информациям, знаниям – это ничего не значит. Это не делает человека новым. Не меняй человек. Я должен быть сосудом святого Бога. Для этого, да, каждое утро мы читаем. Духовных лет, да, мы читаем духовные лет и начинаем один день, тогда святую Духа мне, да, спокойно святую Духа мне, тогда это сама такая жизнь, да, есть проповедь, проповедь, это есть проповедь. Когда я могу, я только могу повиноваться Слову Богу, я живу по Слову. Это missional life, то есть жизнь это есть проповедь. Что хочет святой Дух от нас? Он хочет обидать во мне, ребят. Он хочет, чтобы я был живым храмом для Бога. Тогда святой Дух сам через нас творит великую историю. В каждом из нас должно происходить замена хозяина своей жизни. Каждый из нас должен покаяться и поставить Господа Иисуса на престол своего сердца. Аминь. Знаете, эго, свое эго, да, эго, свое эго, это первый, врат номер один для нас. То есть эгоцентричная жизнь. Это суть греха. Я был хозяином своей жизни. Я живу для себя. Я думаю только о себе. Ищу свое. Вот это. Ведет меня в ад. Святой Дух вошел в меня и восстанавливает разрушенный духовный порядок. Когда Святой Дух входит во мне, он сначала переделает. Что первое место было Бог. Аминь. И второе место кто? Тоже Бог. Третье место тоже Бог. Богосентричное. Что Бог был хозяином, я был его. Я принадлежил. Аминь. Вот это работа Святого Духа. Святой Дух учит нас богосентричную жизнь. И учит нас смирению и повиновению. Посмотрите. Поэтому человек Духа уже умеет повиноваться. Человек Духа очень смирен. Никто не учит его. Но он уже смиренный человек. Он повинуется. Он знает. Его природа меняется. Человек нечистого Духа. Есть такой человек. Он никогда не повинуется. Для него повиновение это унижение. Кто может сделать унижение? Конечно не может. Поэтому он не может. Человек Духа. Человек Духа. Всегда повинуется. В этом его величие. И Бог может его использовать. Аллилуйя. Бог любит его. Благословляет его. Благословляет его. Красивая. Красивая причина. Но это на самом деле не причина. Причина здесь. Это говорит о том, что я человек нечистого Духа. Как сегодня. И все они через покаяние должны принять крещение Святого Духа. Аминь. Я благословляю вас, чтобы это сегодня произошло в жизни каждого из нас. Аллилуйя. Аминь. 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 Это нужно вашей согласности. Так, Святой Дух очень демократичен. Он просто силой не делает. Если я согласен, Он делает. Понятно? Аминь. Поэтому благословляю, чтобы это произошло в жизни каждого из нас сегодня. Аминь, грунтно. Аминь. Мы должны понять, что святой дух открывает слово. Он меняет человека. Он дает нам победу. Он делает нас единым. Как воскрешил Иисус, обещал, так и святой дух сошли на землю. Я маю, чтобы каждый из нас получил крещение святого духа и стал блаженным свидетелем воскрешива Иисуса. Аминь. Эти люди со всех стран мира, Парафани, Медяне, Эламиты и жители Месопотамия, иудеи, и Каппадокии, Польта и Асии, Фриги, Памфилия, Египта и части Ливии, прилежащие в Киевине и пришедшие из Рима, Иудеи, Бразелиты, Критяне и Аравитяне, так тяжело читать. Все они слушали на своем языке, все такие разные, пришедшие из разных стран, слушали на своем языке о великих делах Божьих. Великие дела Божьи. Это что? Это Евангелие. То есть, Бог спас всего мира через смерть и воскресение Иисуса Христа. Аминь. Это великие дела Божьи. Одним словом, воскресение Иисуса Христа, что Иисус воскрес из мертвых, это великие дела Божьи. Это Евангелие. Апостоли никогда не учились иностранным языкам. Как они могут свободно проповедовать Евангелие спасения на тринадцатых разных языках? Как это может быть? Как это может быть? Все измерялись, говорили друг другу, что это значит? О! Что это значит? Что происходит? Тогда, что действительно это значит? В начале, на всей земле были один язык и одно на речи. Но Бог сделал смещение языков во время строительства Вавилонской башни. Человечество потеряло свободное общение друг с другом из-за греха. В то время, нам не надо было вот этой трудности. Учиться английскому языку, для меня русскому языку. Учиться немецкому. Учиться. Это не надо было. Все люди друг с другом, в одном языке общались, все прекрасно поняли друг друга. Но когда человек, человечество, да, общались на одном языке, они делали зло. Это противостояние Богу. Поэтому Бог разделил. Бог смещал языки. Человечество потеряло свободное общение друг с другом из-за греха. И началась на земле история разделения. Или история непонимания, неправильного понимания. То есть конфликт. Но Святой Дух разрушил языковые барьеры. И открыл новую историю общения. Святой Дух убирает всякую преграду. Когда мы исполняемся Святым Духом, исчезает преграда между нами и между Богом. Преграда между братьями. Преграда между нациями. Преграда между языками. Исчезает преграда даже между мужем и между женой. И они стали единственными целями. Только в Святом Духе мы можем быть единственными целями. И когда апостолы исполнили Святым Духом, они стали свидетелями, едиными свидетелями Воскресшего Иисуса. Я верю, что Святой Дух делает нас так же свидетелями Воскресшего Иисуса. И напишет 29 главу Диане. Это главная работа Святого Духа. Работу Святого Духа умом не понимает. Поэтому некоторые из них на Семей Хаяс говорили. Они напились сладкого вина. Но кто с утра пьет? Даже пьяницы тоже пьют после обеда. Или после работы вечером. Возвращение на стих 14. Петр же став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им. Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, Сие да будет вам известно. И внимайте словам Моим. Аминь. Петр вдруг стал с одиннадцатью, и он возгласил. Возвысил голос свой, да? Громкий голос возгласил. Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Слушайте меня. Раньше Петр боялся больше всего людей. И жителей Иерусалима. Он боялся даже маленькой девочки. Поэтому отвергся три раза к Иисусу. Но теперь он стал другим человеком. Он выстав и с дознаванием, возгласил с людьми, жителем Иерусалима. И он проповедовал всем, и один день. Тысячи людей вернулись к Господу. Святой Дух. Это Дух, победивший смерть. Аллилуйя. Воскресе Иисус живет в нем. Поэтому у Петра исчез страх смерти. Страх смерти исчез. Святой Дух изгоняет всякий страх. Ребята. Знаете, человек Бога, да? Должен победить страх. У них страх нет. Человек Духа, то есть, страх не знает. Страх порчит человека. У нас есть боязнь, страх. Боимся говорить людям. А кто боится, говорит. Есть такое люди. Люди боятся говорить перед людьми. Поэтому только стоит перед толпой, да, перед людьми, начинает зайка. 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 Боятся поражений. Боятся власти. Некоторые боятся общения с людьми, да, вот так. И не могут разговаривать свободно. Некоторые не могут служить Богу из-за боязни. О, если я сильно много служу, могу умереть в молодости. Страх, 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 некоторые страх, из-за страха не может даже садить на машину. Есть такие люди. Вот. Страх делает человека бесполезным. Но срят, кто идут, обитают во мне, тогда страх исчезает. Срятую, это вечная жизнь. В воскресе в Иисусе нет смерти. Аминь. В воскресе в Иисусе нет поражений. В Иисусе Христе нет страха. Я благословляю вас, чтобы мы были воинами веры, которые не знают страха. Аминь. Когда смерть не пугает его, что может препятствовать ему? Аминь. Аминь. Святой Дух сделал Петра истинным свидетелем воскресе Иисуса. Аминь. 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 и в те дни, излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. Аминь. Петр провозил в России, что это не они, я. Это Петр объясняет, что это исполнение пророчества Юи. Юи пророчествовал, что в последние дни Бог пошлет Святого Духа на кого? На всякую плоть. Юи, да, уже пророчество о конце истории, о конце света. То есть в последние дни Бог пошлет Святого Духа на всякую плоть, и сыны, и дочери будут пророчествовать. Вот это знамение последнего времени. Это есть знамение. Что такое пророчество? Это проповедовать Слово Бога. Раньше только пророки получали Слово Бога и передали Его народу. Но в последние дни, ближе к концу света, Ближе к концу света, Бог излил Святого Духа на всякую плоть, и все будут пророчествовать. Но это не все. В последние дни юноши видят видение, и старцы видят сны. Видение, значит, что такое видение? Это видит историю Бога. То есть, видение – это великий план Бога на мою жизнь. Давайте повторим. Видение – это великий план Бога на мою жизнь. Начинается? Видение – это великий план Бога на мою жизнь. Но когда сойдет Дух Святой на юноши, у них открываются духовные глаза и видят великий план, который Бог совершит в их жизни. Аллилуйя! Это есть видение. Когда я говорю, у меня есть видение. Это значит, я вижу. Великий план, который Бог совершит в моей жизни. Поэтому, когда сойдет Святой Дух, мирские эгоистичные люди не изменяются, не изменяются в духовных людей, полных видениях. Если у человека нет видения от Бога, то он будет привязан к реальности и быстро становится рабом греха. Когда нет видения, когда у тебя нет видения, и сразу ты становишься реалистом. но думает только о реальность и рабом обстоятельствах. И в жизни вообще нет ничего, нет надежды. кто не имеет видения, он гнил. Народ, не имеющий видения, погибает. Притча 29.18 говорит так. Без откровения свыше народ не обнуждает. Бог призывал нас и дал великое видение на жизнь каждого из нас. Раньше у нас не было видения. Что не было? Все было у нас, но видения не было. Видения не было. Ох, как без видения. Это не жизнь. То есть, я не знаю. Видения нет, значит, в закрытом мире. В закрытом мире. В мире греха. В мире тьмы мы живем. Поэтому, видения не было, поэтому мы искали только моментальное удовольствие. То есть, как искушать девушек. Или как украсть сердце этого мальчика. Есть, пить, выйти замуж и жениться. Это все, о чем мы думаем. Это нужно нам, но когда это все, это не жизнь. Мы не знали, для чего мы живем. От Луки 17, глава 26-27. Давайте послушаем. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Мы так жили. Это слово говорит о нашем времени. Когда у нас не было видения, мы тоже были таким же. Ели, пили, женились, выходили замуж и все. Вот это все, о чем мы думаем. Без Святого Духа никто не может иметь видение. Однако, Святой Дух сошел на нас. И все мы имеем великое видение всемирной миссии. Знаете, мирские люди не знают, что такое даже видение. Раньше, в начале Баласа Лидии, мы так друг друга так гласили. Имеем видение всемирной миссии. Пробуем видеться, да? Пробуем. Начнем? Имеем видение всемирной миссии. Когда нету видения, мы знаем только Одесса. Одесская жизнь. И жизнь для себя. Мы видим вечное царство Бога и служим ради спасения Агнцев Иисуса. Мы еще не для себя, но ради истории Бога. Аминь. Это есть видение. Еще раз прочтем стих 18. И на рабов моих и на рабы моих в те дни излию от духа моего и будут пророчествовать. Кто такие рабы и рабы не Бога? Здесь написано. Рабов моих на рабов моих и на рабыне моих и в те дни излию от духа моего будет пророчество. А кто такой рабы Бога? Рабы не Бога? А? Мы. Аминь. Это мы. Братья и сестры, которые приняли воскресшего Иисуса Господа в своей жизни. Они рабы и рабы не Бога. Все они будут пророчества. все они будут учителями Библии. Любимые братья и сестры, не человек поставил вас учителями Библии, не пастырь поставил вас учителями Библии. Это воля Бога. Это было приключением Юрия. Как пророк Юрия уже пророчествовала Святой Дух Сашу Знадь Юрию. И призывая каждого из нас и поставили нас проповедниками в последних дни. Поэтому мы кто? Мы пророки в последние дни. Аминь. 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 Святой Стих 19 Стих 19 20 славной и будет всякий, кто призовет имя Господне спасется. Бог покажет нам чудеса на небе, знамения на земле. И тогда придет конец истории человечества. Это день последнего суда. тогда кто получит спасение? Только тот, кто призовет имя Господне спасется. А кто такой Господь? Это следующая неделя может быть. Кого мы должны призвать? Вот это следующая неделя. через сегодняшнее слово мы должны понимать свой статус. Кто мы в истории? Кто мы перед Богом? Кто я перед Богом и перед людьми? Для чего мне жить на этой земле? Это важнее всего. Это важнее чем? Во что я буду одет что будем кушать? На кого жениться? За кого пойти? Но это намного важнее. Для чего мы живем. Мы не случайно родимся на земле и не случайно находимся здесь. Святой Дух уйдет сошел на землю и он призвал каждого из нас и поставил нас проповедниками последних дней. Аминь. Бог и Святой Дух готовит второе пришествие Иисуса в последние дни через нас. С нами. Сейчас то, что мы делаем, это мы готовим второе пришествие Иисуса Христа. Не хотите? Некоторые не хотят потому что Иисус так Христа не надо Христа. То есть мы готовим последний суд. Но если мы не хотим другое готовить мы из нас это неизбежно. Лучше чтобы мы были человеком Святого Духа. Людьми Святого Духа. Аминь. Чтобы мы были готовы к встрече воскресшего Иисуса. Здорово пришествие Иисуса. Поэтому мы главные фигуры в истории мира. Мы сейчас главные Святого Духа. Он начальник наш. Он пребывает в каждом из нас. Он делает нас свидетелями воскресшему Иисусу до края земли. Благословляю вас чтобы каждого из нас сосуда Святого Духа. Аминь. Аминь. Помниться. Господи благодарим Тебе. То что послал Святого 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 Дух на земле и Святого Дух обитает во мне. Аминь. Господи Святого Дух обитает у нас и заключен завет что мы будем свидетелями воскресшего Иисуса до края земли. Аминь. Сегодня Господи я принимаю Святого Духа в сердце на престол своего сердца. Господи я каюсь в том что я до сих пор был хозяином своей жизни. Теперь я исповедую что святого Дух Он хозяин моей жизни. Господи и сейчас мы исповедуем что Он ведущий историю и мы повинемся ему Господи так мы верим что ты уже дал крещение Святого Духа каждому из нас. Господи используй нас как инструменты Святого Духа ради всемирной миссии и ради Твоего вечного царства. Аминь. Господи Святой Дух ведущий поэтому мы сегодня Господи глубоко поняли что я должен делать прежде всего. Господи помоги мне чтобы я выдал свое сильное время чтобы Святой Дух обитал во мне. Господи делай меня духовным человеком. Благослови всех студентов в Одессе чтобы они имели видение Бога в своей жизни. Молимся во имя Исуса Христа. Аминь.